Atari, свежевышедшая, приключенческая, постапокалиптическая инди-игра, сделанная украинской командой разработчиков. Мне уже этого достаточно, чтобы заинтересоваться, так что давайте, собственно, взглянем и посмотрим, что она сможет нам предложить. Меню выглядит крайне бюджетно, даже музыки никакой нет, не знаю, тогда запланировано или это какой-то глюк, возможно. Но будем надеяться, что когда начнем игру, все как-то более-менее насытится все-таки. Нам предлагают настроить яркость, я думаю, чуть потемнее можно было бы сделать, хотя, наверное, на вот таком вот параметре остановимся. Игра предлагает нелинейный опыт без возможности сохранить и загрузить прогресс. Каждое решение будет иметь последствия, выбирайте с умом. Неплохая заявочка. Но интересное времяпровождение. Собственно, такое я видел и в других инди-играх, в том числе отечественных. Сразу вспоминается, в первую очередь, 35ММ. Довольно неплохая игра. На канале у меня, если что, есть, можете посмотреть. Посмотрим, что расскажет о Поре. Меню повеяло одновременно смесью и Сталкера, и Фоллаута. Ну, от Фоллаута постер с какой-то колой, а от Сталкера костер, общая атмосфера за окном и, конечно же, гитара. Ну, вот и музыка, отлично. Что ж, игра на Юнити сделана, опять же, низкобюджетная, инди-игра... Ты никогда не слышал истории о конец? Да, именно о том, абсолютном конец, когда человечество трогает в депутат обе. Я уверен, что ты слышал много этого. И я тоже слышал. Но это не об апокалипсе, где зомби оккупили улицы, не об алине, которые пришли от того, не об алине, не об алине, но об алине, но об алине, об алине. Об алине. Как скажешь, дружище. Как предположено, инвенция нуклеевых оружий меня все изменила. Никогда не было смерти на такой высокой скале и на такой деструктивной. После деклана США, большинство в мире арсенале оружий было разделено между новыми установленными странами. Россия, Артания, Украина и других геон и амбитивых национах. Так вот, что за Артания? Украина. Украина. традиции, new dictators and military junta were coming to power. This is how the Project of Budapest Memorandum was born. A treaty about nuclear disarmament of post-Soviet countries. A treaty that was supposed to secure the world from a nuclear catastrophe to create an effective system of containment and counterbalance. A treaty that was never actually signed. War came earlier. The war that swallowed up the entire world. Yeah, придумывать уже сам лично я. Потому что что еще остается делать в постапокалиптичной вселенной? Скорее всего, искать, собственно, что поесть, что попить. Ну и в меньшей степени где поспать. Ну и, наверное, каким-то образом найти что-то, что будет заставлять тебя жить, двигаться дальше. Как мы находимся в Артании, видимо, которая как раз, которая и случилась. Нет, случился здесь везде апокалипс, во всем мире. Это же ядерная война произошла. Соответственно, то, что мы видим здесь, это всего лишь одна страница этого ушедшего мира. Но я уверен, что мы, собственно, находимся в этой самой Артании. И идем по путям. Никаких поездов мы теперь здесь никогда не увидим. И идем лишь по ним, потому что обычно куда-то такие дороги приводили в какие-то населенные пункты. Возможно, как раз что-то сейчас мы встретим на своем пути. Вон какие-то очертания. Там в тумане я как раз вижу. Ну, сделана достаточно атмосфера. Я забыл начать. Ну, в самом начале не договорил. Действительно, игра низкобюджетная, поэтому нужно сразу свои ожидания поумерить. Не ожидать от Артарии чего-то выдающегося, художественного и так далее. Но, тем не менее, все-таки надеяться, что авторы были талантливы достаточно для того, чтобы сделать неплохую, рассказать неплохую историю и попытаться донести до игроков достаточно внушительный экспириенс. Первые впечатления достаточно неплохие. Ну, я бы сказал, сдержанные, но все-таки неплохие. Действительно, атмосферная картинка, очень серая с этим туманом и, конечно же, такими вот апокалиптичными пейзажами, которые на самом деле сочетают в себе некоторые детали атмосферы и Фоллаута, и Сталкера. Впереди сквозь густой туман проглядывало небольшое деревянное сооружение и старый промышленный локомотив. Это была лесопилка. Ну, хорошо, что ты сразу это понял, потому что я бы так увидел, я подумал бы, что это станция какая-нибудь или еще что. Но наш герой получше, видимо, уже стал разбираться во всех уголках, которые он находит в этом остывающем мире, я бы сказал. Конечная станция. Ну что, заглянем на лесопилку, посмотрим, чем можно будет поживиться. Смотрите, горит свет даже. Такое ощущение, что место-то обжитое. Туалет заходить, я думаю, смысла нет особого. Вряд ли мы что-то там найдем. Как у нас тут? Опа, управление-то никто нам не объяснил, приходится по ходу дела все выяснять. Так, у нас, значит, есть зажигалка. Хорошо, пока все, да? Двери как открывать неизвестно. Прыгать мы не умеем. А меню что у нас? А, вот спасибо за меню-то. Ага, в общем, правая кнопка дополнительные действия, левый клик. Как раз интерактивные объекты. Можно еще бегать. Все, ну да, в общем-то, этого достаточно, наверное, что здесь еще должно быть. Бегать нам пока, в принципе, не нужно. Так, ну что, осматриваем место. Ищем, ищем хабар. Ладно, это все-таки не сталкер у нас. Так, сначала, наверное, стоит все-таки для безопасности осмотреть, наверное, с внешней стороны дом, да? Давайте его обойдем, а потом все-таки зайдем внутрь. Но, все-таки, несмотря на какие-то признаки, судя по всему, здесь никого живого нет. А вот это что такое? Ага, это вот как раз кто-то, кто когда-то, возможно, здесь был живым. Военный? Или просто камуфляж был такой у кого-то? Рация. Какая-то серьезная рана. Видимо, также нога была повреждена. От чего он умер, интересно. Кто-то убил? Скорее, да, скорее всего, кто-то убил. Бедняга. Я видел много тела раньше. Убил в риотах, погибших, суициды. Но этот был разный. Он умер recently. давай сначала осмотрим, хотя бы досмотрите. из-за оборудования. Бедняга. Артани. Аппаратно, он был в бедне. Белый Ну, тогда уж это никакой не бронежилет, раз она его пробила. Так, вооружённые силы Артании. Что ж. Это, впрочем, ни о чём не говорится, что у него эта нашивка. Хотя, если уж прям нашивка была на плече, то, наверное, он бы её не оставлял бы просто так. Может быть, он действительно к этим вооружённым силам Артании, которые сейчас не имеют никакого, так и понимают, значения, имел отношение. В руке мужчина держал военную рацию. Кнопка, да. Это я отметил, спасибо. Кнопка передачи сигнала наглухо залипла. В карманах небольшая связка ключей и аккуратно сложенный листок. Похож на карту. На поясе старый пистолет образца Парабеллум. На кобуре надпись. От отца сыну. Люгер 08. Семью Райк. Ну, наверное, нам этот пистолет, как бы, конечно, да, не должен принадлежать и брать его не совсем этично. Ну, о какой этике мы можем сейчас говорить. Нам нужно оружие, мы его возьмём. Ох, и вот как раз не вовремя я взял пистолет, и, судя по всему, собака уже подходит. Отойти на три шага назад. Нельзя быстро убегать. На шаг назад. Ага, отлично. Пока я думал, нас успели убить. Дам. Это кошмар какой-то. И, на самом деле, воплощение одного из моих самых больших страхов на случай апокалипсиса. Потому что я сразу начинаю думать, что будет, если случится апокалипсис такой, что после которого людям уже ничего не будет страшного. Люди не смогут бояться людей. Ну, не будет никаких монстров, естественно. И это действительно нереалистично, как у нас подметила это в начале игра. Действительно, чего будем бояться мы так, диких животных. И, в первую очередь, собак, которые наводняют города, ближе всего к людям были. И они, конечно же, сразу же одичают, если множество людей погибнет, и люди не смогут за ними больше заботиться. Они не смогут заботиться, не смогут их держать, собственно, в узде. Собаки одичают сразу же, и, конечно, начнут представлять такую угрозу. И здесь мне точно нельзя было медлить. Ну, вот игра, кстати, была действительно права. Я не верю своим глазам, ну, хотя уже верю, наверное. Действительно, судя по всему, нам придется начинать с самого начала, да? И игра действительно не прощает ошибки. Она действительно сурово реалистична. По крайней мере, старается такое быть. Давайте попробуем начать еще раз. На этом все-таки я не могу пока успокоиться. Хотя, конечно, мои муки были окончены. Я должен был, наверное, с распростертыми объятиями принять свою смерть. Нелинейный опыт. Мы могли просто не идти на эту лесопилку, на самом деле. И могли, возможно, не брать пистолет. А раз уж мы взяли пистолет, то стоило ли стрелять? Выбор здесь всегда непростой. Но, как и оказывается, нужно его делать быстро. Пропускаем вступление. И возвращаемся, возвращаемся на эти пути. Так, теперь я могу читать, что-то даже наш писал герой. Точнее, что он думал. Я должен найти хотя бы что-нибудь. Ну что ж, вот эта цель, конечно, такая совершенно размытая. Но, наверное, единственное верное вот в этом как раз мирит. И то, что я пытался сказать какими-то там сложными словами, действительно укладывается в это. Найти хотя бы что-нибудь. Несмотря на, собственно, Юнити, но и, откровенно говоря, такую среднюю картинку, игра умудряется просаживать по FPS. Потому что, конечно, не особо радует. Что мы теперь сделаем? Пойдем ли мы в другую сторону? И будем ли вообще осматривать этот труп? Я хотел сделать тогда правильное решение. Я был уверен, что это будет правильное решение. С другой стороны, эти собаки могут быть настолько жестоки, что действительно никакое отступление на шаг назад может их не остановить. Наверное, так бы я поступил в реальную жизнь, если бы встретил просто на улице какую-то собаку дикую, которая вела бы себя относительно агрессивно. Я бы как раз медленно отошел от нее, не проявляя признаков страха и всего такого. Но здесь, вы видели, как она бежала на нас? Она как будто была настолько одичавшей, настолько агрессивной, что в любом бы случае готова была нас атаковать. Хотя в какой-то момент она все-таки остановилась перед нами, да? И это тоже надо учитывать. Но сейчас, в общем, что мы сейчас изменим в этом нелинейном опыте, который здесь действительно присутствует, мы сначала все-таки зайдем на лесопилку, а уже потом, если что, пойдем осматривать этот труп. Двери заклинило, стоит попробовать с другой стороны. А это вариант, я не буду от него отказываться. Давайте попробуем посмотреть с другой стороны. Тут даже двери и нету, так что все, облегчается сразу. Поднимаемся наверх. Как-то было, кстати, странно, что я, да, не осмотрел этот поезд первый раз. Хотя тоже его туда, конечно же, подметил. Так, свет у нас можно включить? Смотрите, можно. Лопата. А чем не оружие? Видимо, наш герой таковым его не считает. Вот здесь есть инструменты, они могут явно оказаться полезными. Что-нибудь, нет? Ничего. А что туда еще тут смотреть? Вот это можно, может быть, использовать... Может мы сможем запустить эту колымагу? Было бы неплохо. Ну-ка. Не совсем понимаю, что я делаю, как устроен механизм, сложно сказать. Присесть я ведь тоже не могу, да? Нет, конечно. Что там у нас? Курсор вроде как показывает, что мы могли бы что-то сделать, но что именно конкретно? А, смотрите, ну... Трава. Заправить. Печку. Так, отлично. Наверное, теперь обратно. Закрываем. Скорее всего. Тут куча кнопочек. Так, а почему не зажигается? Я же все поместил как надо. Сейчас попробуем разобраться, не будем сдаваться пока. Вдруг, если удастся запустить такое средство передвижения, это будет, конечно, совсем шикарно. Подсветим здесь все. И разбираемся дальше. Так. Сколько всяких рычажков. Так, ну вот эти вроде двигать нельзя даже, это отлично. Упрощает нашу задачу. Так, вентиль. Он что делает? Я в ту ли сторону вообще кручу. А в другую сторону я могу крутить? Я его, по-моему, сейчас пытаюсь вытянуть. Потому что он сюда не подходит. Точнее, наверное, он должен, чтобы вот эту шестеренку запускать, быть толще, да? Ну уж эти механизмы. Ну все, я максимально его выкрутил, судя по всему, и все, больше с ними делать ничего нельзя. Нет, очевидно, просто так эту махину не запустишь, нужно будет что-то найти для ее запуска. Как раз таки, смотрите, сюда какой-то вентиль, наверное, шестеренку какую-то поставить, чтобы тут все вот это совмещалось, да? Очевидно, тут очень много деталей даже не хватает. Зажачь огонь мы тоже не можем. Вот это разве что закрыть, хотя сейчас какой толк. Вот, обратное действие точно. Мы можем все-таки в другую сторону при помощи правой кнопки мыши крутить. Ну, отлично. А так заждется. Смотрите, зажглось. Так, ладно. Еще что? Попробовать можно. Теперь давай... Нет, ну это все-таки штука не крутится уже, этот вентиль, все. Все, что мы могли с ними сделать, мы сделали. Это печально. Так, ладно, а что, давайте вырубим огонь, потому что... Черт. Наверное, это прометчиво было сейчас зажигать дрова, если мы все равно никуда не едем. Что они в пустую будут гореть-то? Вопрос такой. Ну ладно, тогда давайте не медлите. Хотя, может, еще вот это что-то... Так, она, видимо, нужна... Вот этот вентиль как раз для запуска нужен. Хорошо. Раз пока не время, я тебе доверюсь. Больше здесь действительно сделать пока ничего не можем. Ладно, давайте отправляться на поиски недостающих деталей. Может быть, как раз в этом доме, в который я не заглянул, мы их сможем найти. И, может быть, действительно сможем запустить эту махину. Потому что, на самом деле, без нее, конечно, куда-то отправляться дальше, вдаль. В надежде, что нам снова повезет, и мы сможем найти какое-то убежище. Вообще-то, конечно, эта идея выглядит не очень оптимистично. Здесь бы можно было зажечь костер, да? Хотя нет, даже нет таких вариантов, судя по всему. Смотрим, что здесь на столе спички. Ой, сигареты. Видимо, мы и не курим. Это хорошо. Дольше проживем в умершем мире. Какая радость. Так. А внутрь зайти не можем из-за вот чего. Вот тут-то нам как раз и понадобится пистолет, это точно. Ну что ж, тогда никаких других вариантов у нас нет. Здесь есть вода. Но нет, воды-то здесь, судя по всему, нет. Естественно, давно-давно всю ее истратили. Что ж, ладно, повторяем уже тогда то, что сделали до этого. Только в этот раз немедлим, если собака вновь появится. Пистолет нам нужен в любом случае. Нельзя его не взять, потому что мы не сможем зайти внутрь, а другие варианты пока что для меня не варианты. Берем. Уходим. И вот и она. Собака. Дикая. На шаг назад. Это невозможно. Я постарался, я попытался. Эти кровавые описания напоминают мне Age of Decadence, тоже очень жестокую игру, не прощающую твои ошибки. Там также было очень подробно во всех кровавых деталях описана наша смерть. Каждый раз разная. И здесь видно, что автор и текста, и, ну, собственно, игры испытывает явное удовольствие, смакуя того, как мы сфейлились. Это действительно так. И, судя по всему, да, действительно, вот мир этот жесток, черт возьми. Шаг назад. То, что бы я сделал в реальности, где не произошел бы апокалипсис, наверное, могло бы там меня спасти, где собаки были бы не настолько дичалами. То есть какие-то все еще знающие, что с человеком нельзя, на человека нельзя нападать в пределах города. Здесь это очевидно, что тоже собака не какая-то там из леса, не полуволк, да, а просто обычная собака, у которой, возможно, когда-то даже был хозяин, да, вроде как доберман это было или кто, я не знаю, я не разбираюсь в породах. То есть достаточно такая злая, собака, которая может быть злой, но все-таки я попытался с ней мирно обойтись, и это был совсем не вариант. То есть здесь единственный вариант был ее убивать. Нельзя рисковать. Здесь нужно быть жестким. Только так можно выжить в этом жестоком мире. В общем, Atari это меня сейчас научило, я могу сейчас, мог бы начать сейчас еще раз, собственно, там недалеко проходить. Но на самом деле две ошибки, две такие роковые ошибки, приведшие к смерти, и игра, которая не прощает такие ошибки, это, в общем-таки, показатель. Игра, конечно, такая, в общем, немногим придется по вкусу, каждый раз, умирая, начинать все с начала, при таком низкобезопасности, в бюджетном опыте, да, это такой действительно радикальный экспириенс, но и в то же время ее достоинство определенное. И, наверное, да, это все, это была Atari, я в следующий раз скажу какую-нибудь другую новинку. А на этом сегодня все, всем спасибо за просмотр, и пока что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok